А один из первых авторов социальных инициатив родился 340 лет назад. В эмиграции Пылып Орлик написал первую украинскую конституцию – документ о социальных правах граждан будущей независимой Украины. В конституции под редакцией Пылып Орлика говорилось о правах городов, расширении границ войска Запорожского, а также четко были прописаны отношения между Гетманом и Казачеством. Документ был создан в двух экземплярах – на латинском и староукраинском – более трех столетий назад. А его значение до сих пор обсуждают историки и общественные деятели. Это творение, собственно говоря, первое в Европе, показало так называемой феодальной Европе, что такое демократия, что такое разделение властей на законодательную, судебную, исполнительную, что такое широкая автономия, скажем, городов и, скажем, гарантированные права сельского населения. Вы знаете, здесь даже права женщин и детей впервые описываются. Конституция – это, естественно, она не была воплощена в жизнь, потому что была в изгнании, создана не в Украине. Но, тем не менее, это считается первый документ конституционный, который вошел в историю. Многие задумки Пылыпа Орлика воплотились и в современной Конституции Украины, уверяют историки. По ней страна живет уже 16 лет. Тем не менее, не все запорожцы знают ее про отца. Кто такой Пылып Орлик? Пылып Орлик? Не знаю. Слышала когда-то в школе, но уже не помню. Запорожский гетьман. Один из лидеров, то есть была принята Конституция, так называемая Пылыпа Орлика, которая была, кстати, считается одной из самых лучших, даже на сегодняшний день. День рождения Пылыпа Орлика отметят 11 октября. По этому случаю торжественные мероприятия пройдут во всех городах Украины.